А вот многие в комментариях пишут, что ты очень много ешь и не толстеешь. Расскажи, как у тебя это получается? А вы знали, что в нашем отеле метродер есть? Я, короче, в Калининграде не мог себе спортивный костюм найти. Пожалуйста, в Турцию приехал. Подскажешь мне, что с ценами в Турции на кофе? Всем доброе турецкое утро. Мы пьем турецкий кофе на завтрак в отеле Kremlin Palace, который находится неподалеку от Анталии. Утро у всех начинается по-разному. Ну, местные, кто-то здесь отдыхает, спивают пиво, но мы ударим по кофе. В предыдущем выпуске мы так нашопились, что мы проспали завтрак сегодня и решили сразу же пойти на обед, потому что... Ну и погодку мы так посмотрели, с утра даже не было смысла просыпаться, потому что сейчас уже там 12 часов, а еще даже не раскочегарилось. То есть мы так оделись такие, сейчас, думаю, позагораем, вышли, а ветерок подбывает, ну, в общем, еще не до загара. Отдыхаем мы в отеле Kremlin Palace. Прилетели сюда на 8 дней, если я не ошибаюсь? Ну, полных всего у нас 8 дней, но 9 ночи. На 8 дней из Калининграда. 140 тысяч нам это вышло. Где мы берем туры по низким ценам? Естественно, по ссылочке в описании я вам ее оставляю. Знаете, почему мы всегда там бронируем? Потому что очень удобно. Я сам забронировал, оплатил картой, мне все необходимые документы пришли на почту, и мне не надо ехать куда-то там к агенту, что-то оформлять. Я сам нашел для себя нужный отель, забронировал и сам полетел, и не потратил ни минутки лишнего времени. И вам рекомендую этим заниматься. Там часто горящие туры. Заходите, мониторьте, вам тоже повезет 100%. Но удобство в том, что представлены все туроператоры, и даже, например, тур в один и тот же отель может стоить разных денег, потому что у какого-то туроператора может быть промо-цената, скидки, и, соответственно, можно выбрать его. Главное, пользуйтесь фильтрами, правильно? Да. Выбирайте там звездность отеля, ставьте цену, например, от наименьшей к наибольшей. Пасмурно, да. В 3 часа будет солнце светить и 27 градусов. Пока что сейчас в это сложно поверить, потому что вы видите, да, погоду пасмурно. Ну, ой, слушай, здесь теплее гораздо, чем воздух в бассейне. Да, тут ветра вообще нет. Прям даже я могу сказать, что мне уже даже вот хочется уже снять рубашку. Тут душновато. Мы даже не трогали воду, да. Такие туристы. Ну, что, самое время подрогать водичку в мае. Кто из нас тут будет водка раньше? Давай. Сэ-то-ва. Сэ-то-ва. Я не хотела. Пляж, конечно, приотельный. Ну, как, я даже тройку бы не смог поставить. Ну, Адлер. Ну, это нормальная вода, как у нас. 23-22 примерно, по ощущениям. Ну, 22, может. 22? Ну, она не ледяная. Если нагреться на солнце, можно окунуться. Солнца нет. Вдобль плавать, как бы, нет. Вообще, за все наши поездки в Турцию мне понравился только один пляж. Один! Мы были в Турции уже, наверное, раз 5, наверное. Ну, это немного, кстати. Ну, в общем, единственный нормальный пляж в Турции, ну, вот по этой береговой линии, где мы сейчас находимся, он находится конкретно в Алании и называется пляж Клеопатры. Там лучше всего. Там хоть и галька мелкая, но цвет воды явно выигрывает. Здесь такого цвета воды, я так понимаю, нет. Да и, в принципе, там сочетание гор, красивый цвет воды, вот эта галечка приятная и кораблики еще плавают такие пиратские. Вообще, я так вспоминаю, это, наверное, лучший наш турецкий отель, в котором именно конкретно мы в Турции отдыхали. В целом, сервис здесь неплохой, еда нормальная. Ну, прям вот хорошо здесь, да? Ну, действительно, красивая, интересная концепция отеля, в принципе, вообще-то. Вот Пушкин кафе есть, например. А, это кафе, да? Да, какое-то кафе. Пока оно закрыто. Возможно, тоже как Аля Карта работает. Надо подробнее про Аля Карта ресторан почитать. Теперь мы записываемся в Аля Карта ресторан. Для гостей, проживающих более пяти дней, одно посещение Аля Карта бесплатно. Ну, я думаю, то, что можно и заплатно посетить там любой другой. Ну, а нам это неинтересно. Мы еще на обычном ужине у нас не были ни разу. Пишите в комментарии, сколько раз отдыхали в Турции и какой самый-самый классный отель у вас был. О, котик, привет. Чешку знаешь? Какой за что? Ну, не, что-то я как-то он опасненько смотрит на меня, не буду гладить. Вот чем заняться у нас в отеле, когда хреновая погода. Можно, кстати, в Спас ходить. В ферме, как мы. Можно в Спас ходить. Мы, кстати, в следующем выпуске покажем. На двоих 150 евро стоит. Классический массаж, филинг в камаме, пенный массаж в пилинг, пенный массаж в камаме и потом классический массаж в жанте. Да, там также можно бесплатно в бане сходить, турецкая, еще какая-то там. Короче, либо платно в спа, либо бесплатно. Узкая какая еще? Ну, наверное, да. Неподалеку есть поселочек, там можно пошопиться. Пешком далеко, но на автобусе буквально 5 минут. Можно на обед сходить. Мы сейчас как раз-таки этим и займемся. Есть крытый бассейн, можно там искупаться, там тепло. Тут я на сцене пел, но это вы в Телеграме, кстати, Телеграм интересное путешествие, подписывайтесь. Я вот тут только что пел. Здесь мы были, это клуб тусовочный, дискотека здесь. Здесь Пушкин ресторан, но он закрыт. Ну, очень много туалетов, кстати, удобно. Много баров тоже удобно, ну, кто любит выпить. Ну, есть аквапарк, мы в предыдущем выпуске показывали, если что, посмотрите. Первый раз попадаем на обед, здесь курочка жареная, выглядит вкусно. Дальше подливка какая-то, hello. А здесь у нас стол с разными вкусняшками, тортики всевозможные. О, вот этот вроде неплохой. Смотри, тут как-то выглядит все очень даже, ну... Это просто рай, вот посмотрите сколько. А, тут сладкий стол. Да. Просто одни сладости, ну да. Пожалуйста, обожать холодно. Обалдеть, много всего. Я очень люблю, здесь алкоглова, конечно, просто нереальная. Здесь какой-то станок для чего-то. Это слайсер, нарезают здесь. Это слайсер, нарезают здесь. О, открыли все, смотрите, специально вообще. О, рыбка, нормально. Вот рыбку я бы съел. Это у нас рыба, ну рыба на гриле. Рыба, короче, тут все на гриле. Курочка, картошка фри, выглядит все очень вкусно. Здесь у нас картофельное пюре, сотей, шпината, котлеты, рис. Здесь у нас различные салатики, сыры вроде как должны быть тоже. Ну, выглядит все довольно аппетитно. Салат из макарон. Забавно. Фаршированная курица. Ризотто с говядиной. О, я даже знаю уже, что я возьму. Говядина в горшочках. Здесь у нас курочка и запятер... Курочка запеченная. Короче, тут вообще микс из всего. Здесь у нас что-то типа макароны или рис. Специи разные. Да идите нахрен, кенигсбергские клопсы. Ну-ка, ну-ка, как они выглядят, мне самому интересно. А, ну обычные тефтели. Ха, рис со сливочным маслом. Дальше овощи. Здесь у нас что-то, я не знаю, картофельное пюре. Здесь энчилада с курицей. Я даже не знаю, что это. Нут с мясом. Рыба на пару. Ну-ка. Маленькая рыбка. Картошка фри, какие-то уже такие жарености. Здесь йогурты различные, макарошки. О, макарошки, кстати. Макароны, макароны. Макароны с подливкой. Дальше пицца. Ну, тут выпечка, в общем, на любителя. Кетчуп, майонез. Маринованная курица на гриле. Микс из овощей на гриле. Еще рыбка здесь есть. И последний столик. Здесь просто разные овощи. Абсолютно разные. Соленые, печеные, копченые, свежие. На выбор. Все, что хотите. Как вы уже заметили после обзорчика, с едой здесь явно проблем никаких нет. Очень большой выбор вообще абсолютно всего. Вы смотрите, да. Только стол считается. На обед предлагают напитки. Разные наливают воду. Мы просто сюда на ужин поздний попадали. Сейчас будем пробовать какое-то белое вино. Ну, неплохо вроде. Нормальное белое вино. К рыбе подойдет. Но, блин, наливают очень много. Ну, до дна не обязательно допивать. Вот, в общем, конечно, рыба и овощи – это залог того, чтобы не потолстеть на ультра все включено. Ну, в целом большой ассортимент, согласись. И курица, и рыба, и ризотто, и паста. Да, блин, все что угодно. Даже какие-нибудь берские клопсы мы нигде такого не видели. Обычно вообще, да, я в шоке. Мы в шоке. Название. Вообще, обычно, знаешь, ну, там выбираешь что-то определенное для себя. Потом в итоге в отеле думаешь, ну, вот ем только это. А здесь прям много из чего. Сложно выбрать, потому что и все вкусное. Мы попробовали, без мяса тает во рту. Ну, рыба, понятное дело, свежата, она всегда вкусная. Тут все запеченные овощи, свежие овощи. Тоже проблем никаких. Сыры. Что нужно сделать с новой шмоткой? Пособие, ократкое, быстрее. Обляпать баклажаны. Чем заняться на обеде? Вот многие в комментариях пишут, что ты очень много ешь и не толстеешь. Расскажи, как у тебя это получается? Об этом я рассказываю всегда в новом курсе «Распаковка желудка». В нем каждый может узнать, почему он такой толстый и страшный. А сколько стоит? Есть промокод какой-нибудь? Ну, промокод для подписчиков ничего не делаю. Это как бы сохраняется. Всегда там 50% скидка. Я считаю, это хорошая скидка вообще. В общем, сейчас, пока мы записывали этот прикол, ну, я думаю, все понимаете, что это прикол про курса. В свете последних событий. Мы просто в телегу еще закинули этот прикол и серию неудачных дублей. Мы его минут 15 снимали, просто сидели смеялись. Пока смеялись, у меня аппетит пропал. Ну, я начал есть, и все, я досмеялся. Я не хочу есть. И официант убирает тарелку, а он, ну, вид, у меня половина съедена, половина нет. Он говорит, что, какие-то проблемы с едой, я говорю, нет, просто аппетит, кыры пропал. А вы знали, что в нашем отеле метро даже есть? Да-да, не удивляйтесь. Мы сейчас садимся на ветку и сразу в Анталию, в Калече. Станция метро Кремлевская. Да-да, сейчас в Калече поедем. Отобедали, и сейчас самое время загорать. Мы же сегодня вообще еще не загорали. Все, погнали. Что, левый или правый бассейн какой берем? Мы недавно отбежали на Мальдивах в пятизвездочном отеле. У нас загар какой-то сохранился. Она, знаешь, только накопительный эффект загара. Так что мы не переживаем, если мы не позагорали, как бы вообще без разницы. Подожди, а как мы будем загорать, если дождь? Это, наверное, бассейн как-то испаряется, и получается, что орошает все. Так нет, капает. Обычно телефоны при мне падают. Это такая система орошения. Ребят, короче, дождь, что делать? Что делаем? Быстрее решай, что делаем дальше. Что будем делать? Слушай, через час двадцать будет солнце и двадцать восемь. А ты видел, что там джакузи? Ну, вон, бурлит. Я тоже не видел. Может быть, там теплая вода? Пойдем подрогаем. Ощущение, действительно, что здесь подогреваемый бассейн, потому что девочка плавает. Хотя холодная? А как она плавает? Она не холодная? Не холодная? Она не русская. Что говорит? А я ей говорю, типа... Ну, я говорю, не холодная вода, а она говорит, типа, то, что я это очень аккуратно. Сзади меня вот еще есть фудкорт. Здесь можно взять пиво, мороженое, снеки, картошка фри, какие-то, ну, не бургеры, булки какие-то. Они как-то... Они, короче, как это называется, я не знаю. В общем, если, например, вы на обед не хотите вот есть плотно, можете здесь перекусить. В целом мы в прошлом выпуске ели нормально, вкусно. Картошка фри какая-то у них необычная, какая-то подпеченная. Потому что, когда завтрак, обед и ужин, ну, это очень сложно. Невозможно есть только это. Пока мы сейчас стоим, справа от меня можно поесть. Потом вот там можно поесть, прям в этом храме. В храме можно поесть. А этот мексикан снек еще. Еще можно поесть. Я еще переворачиваю камеру. Еще вот там можно поесть. То есть, как минимум, в радиусе 100 метров, в три точки, где можно поесть. И примерно 5 баров, где можно выпить. Зашли в этот шатер, он называется царский шатер, да, или как-то так? Царь, да. В общем, смотрим по столам, кто что ест. Сверху главное не обжелать. Нашли айран, но не поняли, где его брать. И потом подходим на бар, а его нету вообще нигде. И мы говорим, айран. И тебе дают айран из-под полы. Я спросила, у вас есть айран? Она такая, два. Блин, да. Давайте. Короче, турецкий айран. Вот целую баночку вам показываю. Вот так вот он выглядит. Ну, разные есть. Разные производители. Есть в больших бутылках в супермаркетах продается. Это лучший айран, который мы когда-либо пробовали. То, что продается у нас в магазинах, это что-то молоко с рассолом и с газом. Вот что-то такое. Здесь совершенно другое. Здесь как будто это кефир, только не густой, а такой жидковатый. Ну, консистенцию хотите, вот вам покажу. Мне кажется, кстати, знаешь, что классно на айране делать? Догадайся. Окрошка. Окрошка на айране. Вот не на кефире. Потому что кефир густой, да? Типа как кефир разбавленный, но он здесь не разбавленный. Короче, айран турецкий обязательно будете в Турции попробовать. Сижу я такой и думаю, чем заняться в Турции, когда хреновая погода. Ну, мы же в Турции. Единственное, что здесь спасет, это шопинг. Мне кажется, у моря ждать погоды сегодня не вариант. Я предлагаю не ждать в море погоды и ехать на шопинг. Вот сюда 4 километра? Ну да. До Титаника получается, когда ездят. Да, да. Тут неподалеку вот есть поселочек, не знаю, как называется. Ну, на автобусе. Учкудук, да. Ну, типа, что тут делать сейчас? Идет дождь, на море никого вообще... Вот капнул только что на меня. Ну, он чуть-чуть капает, на море вообще никто не загорает. Тут, ну, как бы не предвещает ничего к загару. Хотя по погоде пишут, что через час будет прям солнечно и 27. Сейчас по факту идет дождь и градуса 22 максимум. Вот Паша снэйк-бар, смотрите, 12, 30, 16. Здесь тоже можно есть, пить. Сколько тут этих снэйков? В Турции не встречалось столько мест, столько точек, где есть еда. Ну да, я вспоминаю наш египетский зимний снэйк-бар, помнишь? Вон там картошка фри, какие-то, да, целые блюда, ну. Это мы так едем на шопинг. Игорь сказал, хочу кровавую мэрию. Далеко чуть не уехали. Это айслата? Это айслата, да? Да. Интересно. У меня кровавая мэрия, но, судя по цвету, там кровавый перец. Ого! Закуси картошкой фри. Это какая-то мексиканская кровавая мэрия. Охренеть. Бля, тут тоже красный перец. Что, мы на шопинг едем или нет, я не помню. Поехали, я тебя жду. Знаешь, надо сейчас посмотреть на гугл-картах, во сколько автобус туда и обратно, ну, чтобы понять примерно по времени это все распланировать, и все, отлично тогда. Да нафиг, никуда не едем, просто раздевайся еще, остаемся здесь. Нет, поедем на шопинг, слишком мало мы вчера купили. Снимай штаны, на, как шопинг. У нас все бренды, шменды туда и сюда. Снимай, снимай штанишки, не едем мы на шопинг, отменяется сегодня. Погода, отстой, вон, до сих пор так и не раскочегарилась, но холодно, я замерз. У нас в номере еще холоднее, чем на улице. В номере плитка холодная на полу, и от нее как будто прям вот холод. Так там и эта печка есть, но она включается, как будто, короче, шумит, но не дует. Я вам сейчас покажу даже. Кремлин, пять звезд, все дела. Смотрите, тут есть на теплое и на холодное. Сейчас очень холодно, в номере градусов 18, наверное. Я включаю на теплое, на всю и на всю. Вот, слышите, она дует. Ну, смотрите, то есть, если бы оттуда воздух дул, я камеру подведу, и должно, ну, задувать, и звук такой, ну, вы понимаете, как будто ветром взывает. Давайте, пробуем. Ни хрена туда не... То есть, она не выдувает теплый воздух. Шумит, но не выдувает. Короче, холодно, трендец. Стоим на остановке, ждем автобус, как взять транспортную карту, как перемещаться на автобусе. Говорили в предыдущем выпуске, если не смотрели, посмотрите. Нам ехать-то буквально, я не знаю, максимум 10 минут. Надо вот один из трех автобусов, ждем. Проезд стоит, кстати, 10 лир, это 40 рублей примерно. Заходим в автобус, пикаем карту, да. Карту приобрести можно где-либо. Пополняете ее, пикаете и едете дальше. Буквально 7 минут, и все, и мы приехали, да? Сейчас мы, получается, приехали из района Кунду в район Лара. И здесь много разных тоже торговых центров. Они не такие большие, как Анталия Мол, естественно. Их много, они не большие. Но помимо торговых центров, самое интересное, что еще есть, смотрите, на Матаре. Это где продается весь тяжелый люкс. Ну, вон, например. Это где продается, ну, просто все. Ну, вон, вон, вон. Ну, например, здесь, например, там. Мы сейчас пройдем, пройдем прямо по этой стороне, далее до конца вот этого там самого такого, где многочисленных магазинов дойдем, перейдем в дорогу и по другой стороне пойдем. Зашли в магазин, здесь кожа меха у нас. Игрыжа, курточку себе какую-то нашел модную. А ну-ка по... Такая весенняя. Ага. Не, главное по размеру, потому что... А, только рукава ли не... Подрезать, ну. Ну, а так она, видите, весенняя курточка. Сколько она стоит? Всего? Ну. Всего 250 стоит. 250. Ну, это натуральная кожа. Это натуральность нашей же фабрики. Ну, здесь представлено полно разных брендов, даже вот Плумбир, Бершка, все здесь есть. Так, по отделам как-то все развешено. Сколько? 350 лир умножаем на 4. Ну, на 4,5 будет правильно умножить. Ну, короче, на 4. Ну, где-то, да, около того. Бершка. Переместились в женский. Тут вот новые моды из 70-х, знаете, вот. Стоит примерно 700. Ну, это, наверное, тоже 700, 1500. Короче, плюс-минус 5000 он будет стоить. Здесь вон есть и багаж бенетоновский. Ну, вот, например, 3000. Ну, что, дофига за багаж. 3300. Что, на космос цена за багаж. В общем, так как мы сейчас находимся в Outlet, здесь большинство вещей, они какие-то утепленные, осенние, зимние. Ну, и размеры, соответственно, много больших размеров. Много элик, экс-элик, вот таких вот. То есть, как бы, если вы достаточно крупный мужчина или женщина, то здесь можно найти что-то вам по размеру. Я вот сейчас даже ни одни джинсы не смогла себе найти. Или купить мой курс, который мы рекламировали. Так. У нас здесь брюки Максима Дути. Максима Дути. И как они тебе по размеру? Ну, тут в целом ты еще ладно, а вот по длине, мне кажется, и по ширине большие. Просто... Что-то не то. Игорю подарил Митя на день рождения пиджак. Перкардой, он красивый, такой голубой. И вот под белые брючки было бы неплохо. Игорь все большие. Наполовину в штаны передумал. Да, они какие-то скинии большие. И большие скинии. И с пятном каким-то. То есть, кто-то в них сидел, ел, на себя уронил что-то, и как бы ничего. И вот дальше продают. Да-да-да. Один из десятков базаров, которые вот просто на этой улице находятся. Мы сейчас здесь посмотрим. Скажу так, здесь можно убить 1-4 часа. Тут уже зависит от того, насколько вы быстрый шопоголик. И это как раз те самые места, где продается самый тяжелый люк. Все-все-все, что вы хотите себе найти, можно купить себе здесь. Это те места, где можно торговаться, и где не самые навязчивые продавцы среди всех стран. Самые, самые навязчивые. В Тунисе, запомните. Никогда не ходите в Медину. Ну что, пойдем. Можешь ни в чем себе не отказывать. Берем все, что хочешь. Самый тяжелый. Я, короче, в Калининграде не мог себе спортивный костюм найти. Пожалуйста, в Турцию приехал. Пять костюмов. Не знаю, правда, сколько стоит, наверное, дохрена, потому что это Лохкоста, Филипп Лэйн. Короче, 1150 сейчас куплю себе костюмы. Представляете, я померил примерно пять спортивных костюмов. Костюмов из них четыре у меня были большие эски. И одна маленькая. Я расстроился. Нет, тут сотни подобных магазинов что-нибудь не найду. Нашел пальто классное. Видите, я вам даже не могу показать. Что-то турки в этом году лютуют. Говорят, нельзя снимать вообще. Может, как-то там прижучили, я не знаю. Говорит, даже фото нельзя делать. Типа, ну, нельзя вам из магазинах лучше снимать. Ну, короче, он меня загнул 20 с хреном тысяч за него. Я такой... Ну, 25 там где-то. Ну, типа, сколько ты торгуешься? Ну, там торговаться надо. Ну, сами понимаете, объективно в Турции пальто должно стоить, ну, тысяч семь, не больше. Ну, я не думаю, что он бы скинул. Ну, ладно, посмотрим. Если ничего не найдем, придем, потом поторгуемся. А вот это пальто в другом магазине я нашел. Ну, вот, смотрите, вот эта верхушка, она, видите, и здесь застегивается, то есть, в принципе, вот тут. И, в принципе, капюшон, да, ну, вообще-то все убивается. Капюшон вместе с вот этой штукой убирается. Да-да. Можно как классика его уже под, ну, шарфом, например. Ну, и он такой, типа, зимний прям, ну, теплый, да. А сейчас перед вами человек, которому все головные уборы идут. Давай. Не знаю, еще не верю. Но нет. Форма кепки очень странная. Ты как будто какой-то корабль плавуч, как крокодил, да. Не задушил я его. Пальто, говорит, 200 долларов, и все. Я говорю, давай за сотню. Он говорит, не. Даже не торгуются. Блин, ну не стоит он 200 баксов. Не стоит. Подскажешь мне, что с ценами в Турции на кофе? Не только на кофе, вообще на все. Что-то я так гуляю, говорю, совсем что ли, конечно. Ну, да, мы сейчас зашли просто в кафешку, решили кальян покурить. Корьян там что-то за полторы тысячи переваливает. Хотя, куча на кальян, ну, 500 рублей. Блюдо 700, стейк 3,5, я по 4 тысячи смотрел. А здесь просто два кофе, мы сейчас два айсалата с сиропом взяли. 150 лир стоит, умножаете на 4 или 5. Но это будет кофе. 150 на 4, сколько? 400, 600 рублей. Вот меряю нюбалансы, естественно, подделка. Внешне они могут и красиво выглядеть, но они очень тяжелые, во-первых. Ну, красивые, тяжелые. И вот подошва какая-то неудобная, в них придешь, как в луноходах. Они тоже? Нет, это... Нет, ну, твердая, может, подошва. Так, вроде, ничего, стильно, модно молодежь. Ну что, первая покупка у нас, купили пару кроссовок нюбаланса, вот эти все какие-то там. 35 долларов они стоили, и у тебя какие-то... Ну, сланцы, да. Ну, сланцы, да. Короче, пара нюбалансов и пара сланцев, 850 лир. Ну, сланцы, это Кристиан Диор. Ну, сколько это, 850 умножить на 4 или на 5? Ну, умножай на 5. Короче, 8 на 4, ну, короче, 2 с половиной тысячи. Какие 2 с половиной? 5 тысяч. 5 тысяч, ребят, 5 тысяч. 8 на 4 это 3 200. 5 тысяч, все, договорились. Короче, мы считать не будем с вами, посчитайте. Стемнело, едем дальше. Мы просто сейчас очень много времени убили. Расскажу, расскажу почему. Пока идем на ужин, рассказываю. Мы там залипли примерно на час, торговались, нашли прикольную... Ну, то, что я показывал вам пальто, и еще нашли... Как это называется? Тренч, типа, плащ. Тренч, плащ. И мы давай торговаться. А это все до хренадцать денег стоит. Получается, за 2 шмотки 400 баксов. Я говорю, блин, давай я... Ну, карты я плачу. Карты не получилось оплатить. И мы давай думаем, что дальше делать. У меня получается доллары и лиры. Так вот, она говорит, если... Ну, типа, курс к рублю, короче, она начала мне парить так, что 1 доллар у них 100 рублей стоит. Я говорю, что за бред у вас? Ну, вот у нас, говорит, вот так обменник стоит. И получается... Ну, ладно, мы... Потом я говорю, давай просто я пальто куплю. Сколько в долларах? Она говорит, в долларах получается 190 долларов. Но 4 тысячи лир. Я перемножаю это все на рубли. Получается, в долларах 15 тысяч. А если в лирах, то 20. Я говорю, что-то несостыковка. И вот мы целый час болтали туда-сюда, туда-сюда, мяли. В итоге я сейчас вообще смотрю в отеле. У нас же сейчас курс доллара упал на сегодняшний день. И лира, соответственно, тоже просела. И лира уже не 4,6, а 3,9. Да, она мне там лиру... Короче, что-то не то. И получалось, либо вообще там 44 тысячи, короче, за 2 шмотки. Я говорю, ну, нет. Ну и дальше добавлю так, что когда-то... Все убрали. Все убрали уже, охренели что ли? Короче, на ужин мы врываемся. И тут уже все убирают почему-то, хотя до конца ужина еще примерно полчаса. До полдесятого ужина. Косяк. Не понял, что за фигня? Давайте тогда быстренько я вам сейчас покажу, что у нас есть на ужине. Всякие закусочки. Это хумус, наверное. Ну-ка, типа хумуса. Сыры-сыры-сыры-сыры, копчености. Здесь у нас вкусняшки. Давайте быстренько уже то убирать почему-то начинает. Какого хрена? Здесь очень много вкусняшек. Все то же самое, что и на обед. Это улгур с зеленой чечевицей. Тушеная фасоль. Юваларма. Какая-то каша. Кешкек. Рогой пшеницы. Албанская курица. Здесь рис. Здесь тоже что-то. Блин, вообще все убирают. Сейчас не успеем. Картоха. Картошка фри. Турецкие пельмени манты. Ничего себе, макарошки. О, я бы макарон поел. Какие-то пиццы. Дальше здесь у нас что? О, здесь что-то мясо навертили. Мне сюда. Куриные бедра на гриле. Стой, не убирай. Я их сейчас возьму. Ну и, собственно, все. В общем, у меня такая какая-то мясная макаронная вечеринка. Это что-то типа лазаньи, макароны, два вида курицы. Ну, салатик. У тебя там сыр, да? Сыр, да. Еда вкусная, но опять сейчас обслуживаем. Что-то косяк. Никто не подходит. Ну, типа приборы, да? Человек ушел, там убрали, столы убраны. Приборов нет на столах. Нет места, где ты можешь сам взять приборы. Ты подходишь, говоришь, приборы, они такие, а, тебе еще и приборы дать? Ну ладно, вот, на, держи. Вообще, раньше в Турции был такой прикол. Когда раскладываешься долларами, сумма одна, а когда в лирах говоришь, они сразу начинают подтупливать и неправильно считать. И когда говоришь, у меня лиры, они считали всегда в твою пользу. А сейчас получается ситуация ровно наоборот. Почему так? Я не знаю. Но раньше я всегда менял лиры, и это было выгодно. А сейчас получается, доллары в лиры нет смысла никакого переводить. Итак, давайте покажем, чем вечером на заняться. Вот эта зона, не знаю, лобби. И тут есть такой вот закуточек прикольный у нас, смотрите. Здесь типа переговорочное. Все сидят, переговариваются, видите. Ого, сколько сегодня народу. Кто-то в картежке раскидывается, а в основном все в картежке раскидываются. Здесь вообще в покер играют обычно. Ну, прикольно. Нифига, откуда столько людей? Мы когда приходили, тут на 90% меньше людей всегда было. А здесь уже зона бара. И я думаю, самое время что-то взять здесь. Но давайте дальше пройдем, я покажу, что еще дальше есть. Здесь зона бара, берете любые напитки. Там Чивос, Балантайс, Джек Дэниелс. Все что угодно. Гавана Клаб. А здесь типа как пивная, как я понимаю. И здесь тоже даже люди. Шок-контент. Ну и вот, видите, здесь тоже такая вот... Это типа пивная. Ну такая. Ну да. Атмосфера такая. Ну вот и выбираешь любую, которая тебе нравится. Ну а здесь пабная получается, да? Ну давай что-нибудь возьмем и запьем. Кровавого мэри? Да. Ну вот сидим в нашем пабе. Перепиваем напитки. Не знаю, что это. Ну нормально ж. Кровавого мэри. Слезьте как каким-то базиликом, что ли. Соль там, например, сок. Ну нормально. Знаете, бывают турецкие напитки довольно странные и сомнительные. Здесь с этим все в порядке. Здесь вкусненько. Да и вообще в этом отеле на алкоголь, в принципе, жаловаться нет смысла, потому что здесь все в порядке. Пиво нормально. Ну вино единственное такое обыкновенное. Остальные алкогольные напитки, ну вы сами видите, там Джагенос, Чиос Рига, коньяки какие-то там крутые, я даже такие не знаю. Ром нормальный, кубинский. Ну в общем, с алкоголем здесь все в порядке. Продолжаем дальше наше путешествие по вечернему Кремлин Пелос. Сегодня достаточно теплый, кстати, вечер, я хочу отметить. Согласен. Но ближайшие два дня грядут достаточно дождливыми, противными, поэтому отрываемся сейчас на максимал, как сейчас все бары обойдем. И будем как наши, эти, пассажиры нашего рейса. Подошли к морю, а здесь ветра практически вообще нет. Но на море прям такой предшторм. Сильные волны, причем, ну как-то, я не знаю, без ветра просто волны. Удивительно даже как-то, да? У нас обычно прям шторм полный. Ну да. Такой вот и ветер, соответственно. Я не знаю, прям сильные волны, да. Я думаю, так завтрашняя хреновая побольше, да? А завтра обещают, здесь у нас градусов и дождь. А, во, в клубе, я че, слышу, жара. Пойдем в клуб, зайдем, посмотрим, потом вот на этот... Нет, или давай сначала здесь выпьем, мы сегодня никогда еще не пили. Пойдем, проверим этот бар, ребят. А потом пойдем на дэнс, 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 дэнс. Ну, вечером в целом, видите, здесь много баров, много каких-то развеселительных увеселух. Я заказал себе Куба Либра, я не знаю, видите вы или нет, но она даже не черная. Как чай, Липтон, вот, Липтон чай. И даже не в стекле. Короче, какую-то бодягу сделал мне, а тебе нормальный клуб, этот, кровавая мэрия. Почему так, несправедливость? Разные бармены делают. Да, разные бармены, вот, пожалуйста. Представляешь, какой разный подход к своей работе вообще у людей. Ну да, мы сейчас зашли в наш клуб. Короче, во-первых, там мощнейше воняет потом, как будто в спортзале. У меня аж глаза защипало, офигеть. Бляд, давно такого не видел. Ну там реально, типа, вот знаете, как в спортзале бывает воняет, но вот много людей тренируется, середина лета, плюс 40 на улице, и воняет, ну даже там ни кондей ничего не спасает. Там просто все, видимо, пляшут, прыгают. Вот именно там такая ситуация. И плюсом вот ощущение, ну знаете, вот, наверное, все были, ну, многие, наверное, были, в ДК. Вот, вот ДК, и там дискотека. Ну это часто такие люди. Вот, вот, и мы туда заходим, я только вспоминаю сразу флешбек из детства. В ДК у нас такие же дискотеки были. Проходим бар «Звезда», ну, я думаю, вы уже знаете, где он находится, под храмом Василия Блаженного. До 12 он, оказывается, работает. Мы просто не знали этого. Мы видим, округлосуточно работает бар, именно который у нас в лобби, да. Ну и также вот тот бар, где мы сейчас сидели, арена-бар. Ну там тоже подольше, да. Я понимаю, что он попозже закрывается. Может, до часа. Рядом дискотека, и, видимо, люди там туда-сюда. Я сейчас так озадачил бармену, что у него голова чуть не лопнула. Я заказал отдельно ром и отдельно колу. Он мне приносит самый убогий ром сначала белый. Я говорю, гаваноклаб, гаваноклаб принеси. Он начинает что-то суетиться, бегать, прыгать. И наливает, я смотрю, он наливает мне гаваноклаб, ну, несет гаваноклаб белый, потому что он из-под полы откуда-то вытащил. Я говорю, нет, дарк мне ром принеси, дарк ром, гаваноклаб. Он, у него critical error, и он такой другой, другому бармену говорит, типа, пообщайся с ними. Приходит другой бармен, я говорю, дарк ром, гаваноклаб. Он говорит, а у нас онлевает ром, дарк рома нету. Я говорю, хорошо, налей мне коньяк какой-нибудь. Наливает коньяк. Я говорю, что за коньяк? Она говорит, это наполеон бренди. Единственное, тут понимаешь, что такое бейлис. Бейлис тут какая-то местная, о кассе. По вкусу один в один, вот, о кассе. Ну, стаканчик у тебя, бокалечко интересный. Сливочные ликеры такие. Кстати, у омарулы похожий вкус. Мой любимый омарулу, обожаю. Мне кажется, его можно просто бутылку выпить. Омарулы, кстати, полезные, натуральные. Да, да, полезные. Но, кстати, вот этот о кассе один в один, как бейлис. В принципе-то, если даже тебе не, ну, там... Не поймешь, скорее всего. Опять же, я докопаюсь, потому что я такой человек. Мы заехали в пятерку, у которой рейтинг 4,7. Пластиковый стакан. Это не стекло, да. Но это стекло. И это стекло. Где логика? Тебе белый ром налил в маленький пластиковый стаканчик тоже. Ну, вот тебе. То есть, это, видишь, от персонала зависит. Но с другой стороны, например, если человек берет с собой, да, там, куда-то пошел гулять, ну, конечно, налил... Можете спросить всегда, с собой или нет? Конечно, конечно. В противном случае, ну, там, если ты здесь, конечно, наливаешь попал. Просто я не то, чтобы я придираюсь, я придираюсь чисто на видео, чтобы посмотреть рейтинг отеля, понимаете? Рейтинг отеля 4,7 на Google и 17 тысяч. 17 тысяч отзывов. Ну, таких косяков, оплошностей не должно быть. Ну, главное дело, если где-то возле бассейна, да, там, или на пляже, конечно, тебе будут выдавать либо пластиковый, либо картонный, чаще всего, потому что, ну, это в целях безопасности вообще. Хотя в некоторых отелях, я знаю, выдают и стекло. Ну, тем не менее, вот так вот просто в баре на лобби пластиковый стаканчик разливается. Ну, затупил, затупил, да. Ну, что ж, какой итог. Если сильно докапываться, то докопаться можно до любого отеля. А на сегодня все. Всем пока!